друзья на вот такая посылочка приехали сейчас будем распаковывать это очередной станочек мастерскую так что давайте посмотрим всем приятного просмотра поехали друзья наконец-таки добрался до нашей коробочки нашей посылки сейчас я быстренько вскрою и посмотрим что же нам привезли что тут то таится такое 42 килограмма давайте посмотрим попробую немножко рассказать о данном товаре сразу хотел бы обратить внимание на упаковку все запечатано было хорошо все в пенопласте саму коробку привезли как вы видели в полите обшитую досками здесь сразу лежит инструкция вскрываем и опа у нас тут с вами токарный станочек красота пенопласт оказался не только сверху но он еще и снизу все это в пленочке ну блин класс ну и конечно же речь на сегодня пойдет о такарном станке по дереву от компании джайди это у нас модель wl 1218 вдб сейчас я подробненько вам все расскажу и покажу кому будет интересно оставайтесь посмотрим посмотрим немножечко я уже под собрал установил блок питания блок управления поставил заднюю держать эту для инструментов в комплекте у нас идут два центра один передний другой вращающийся он у нас на подшипничке получается выколотка и отверточка это комплектация имеет нас подручник подвижный ширина его 150 миллиметров также 80 миллиметров план шайба сама станина выполнена я не знаю полтора сантиметра чугунина покрашена все это порошковой краской станок имеет двигатель с ремешком у нас тут две скорости первая скорость у нас от 500 до 1800 другая от 1000 до 1000 до 4 всегда перед началом пуска нужно проверить натянутый у нас ремень натяжка производится легким способом здесь вот такой раз у нас уже движетчик будет уходить вот уже видно что раз расслабиться подтянул все минимум натянули крышечку нашу сейчас закроем двигатель на здесь расположен внизу у нас 550 ватт а пусковая мощностью 83 кВт также у нас есть под на осветительный прибор он конечно поставляется без лампочки я его поставил сам лампочку то есть все работает максимальный диаметр обрабатываемой детали у нас составляет 350 миллиметров расстояние у нас максимально между центральной составляет 450 миллиметров ну как и говорил самая оптимальная скорость это от 1500 до 4000 до 4000 оборотов в минуту все это регулируется сейчас я вам все покажу все расскажу здесь все быстренько фиксируется также прикрутил я уже на заднюю бабку ручку она была тоже отдельно от ручки вылез пиноли у нас 40 миллиметров попробуем сейчас включить это все на колоскую а как ранее говорил проверяем всегда не забываем проверять натяжку ремня здесь у нас также есть топор он очень легко поднимается повернули все вернули на центр нас крутится также можно его заблокировать все попробую включаем посмотрим это вот на самых минимальных оборотах даже ну чуть чуть больше тысячи плавный плавная регулировка скорость можно как видите задать любую то есть шикарная штука центра у нас конечно с кону под конус сделаны что передний что задний вставляется все это можно прям с планшайбой поставить также вставляется также вставляется и задний тоже все под конус все это зафиксировано потом это все притянется так удавать попробуем сейчас с вами какую детальку обработаем нашел я такой вот обрезок я не знаю но это какое-то плодородное дерево это то ли то ли яблоня то ли вишня но что-то из этого все быстро нас фиксируется как я говорил раз все уже зажат теперь зажимаем проверим все четко самое классно что очень все легко и быстро фиксируется разбирается все тоже очень элементарно расслабляем отводим назад чтобы задний конус нам вытащить нам нужно закрутить все до упора переднюю используем все планшайбу все знаете как тоже ей пользоваться а прикручиваем к какому детали это у нас обычно по тарелочке будем дальше пробовать учиться друзья ну я вот немножечко вам сегодня рассказал показал небольшой обзорчик такого замечательного токарного станка кому интересно будет ссылочки будут в описании также можете посмотреть на официальном сайте carverus забыл я сказать еще плюс есть что можно докупить я наверно в будущем конечно куплю можно удлинить станину то есть ее можно еще больше сделать чтобы у нас обрабатывает деталь была еще больше на первый взгляд все замечательно станина ровненько шлифованная самое главное толстый металл опять же повторяюсь чугунина ну как детский конструктор все настолько просто что сами знаете что чем проще тем это лучше и дольше проходит так что друзья вам всем огромное спасибо всем спасибо кто смотрит всех вас обнимаю жму руку до новых встреч пока пока пока